Всем привет! А у меня для вас загадка. Интеллектуальный вид спорта, не требующий сильной физической подготовки. Что это? Ага, думаете, шахматы? Не угадали? Стрельба из лука. Думаю, она вашему чаду понравится гораздо больше. Проверим? Начинаем со стрел, а заканчиваем индийскими трубками и ножами. Поосторожнее на тренировке у лучников. Не дороже всех остальных. Где найти хороший лук и во сколько обойдется полная экипировка? Целимся в яблочко. Настоящее, сочное. На такой эксперимент отважится не каждый. Стрельба из лука относится к олимпийским видам спорта, в котором важны такие параметры, как дальность и точность. Лучше начинать тренировки лет с 12, тогда результат не заставит себя долго ждать. Для тех, кто учится в седьмой школе, занятия проходят бесплатно. А вот родители остальных детей решают сами, какое количество тренировок они могут себе позволить. Но и меньше одного раза в неделю. Таково условие тренера. Иначе это не спорт, а приятное времяпровождение. Прежде чем брать в руки оружие, все проходят инструктаж. В сторону мишени стрелы накладываете на тетиву. Когда выпустите свои стрелы, пожалуйста, посмотрите на своих товарищей, все ли стрелы у них тоже закончились. Вот потом вешаете лук на крючок, значит, крючки идете собирать. Александр Николаев – самоучка. И при этом он прекрасно владеет всеми видами стрелковых орудий. С удовольствием делится своим опытом с детьми. Стрельба из лука отлично развивает силу рук, глазомер. Занятия помогают сформировать и укрепить правильную осанку. Очень важна техника. У каждого спортсмена она своя. Я всегда хотела попробовать пострелять из лука. Мне всегда это нравилось. Ну, прям тянуло меня стрелять. Все пацаны меня называли пацанкой. Часто в мишень попадаешь в середину? Ну, было несколько раз. У детей расстояние до мишени 9 метров, у взрослых 18. Важно, чтобы с этой дистанции каждая из шести стрел попала в яблочко. Над этим и приходится работать. Проводить все полтора часа за стрельбой из лука – дело утомительное. И чтобы немного отвлечься, Александр дает ребятам другое оружие. Вот такие индийские трубки. Нужно иметь хорошие легкие, чтобы иголка не только вылетела, но и попала в цель. Для курильщиков – непосильная задача. Ксюша, Ксюша, вот так руку держи. Вот так уприси, я в живот. У тебя живот есть? Вот, вперед живут, а вот и... Выше, поднимай выше. Это период, когда человек может немножко отвлечься от стрельбы из лука, потому что пальцы устают, надо немножко сбросить то напряжение, и они меняют род деятельности. То есть и взрослым, я рекомендую детям. Это увлекательное тоже занятие. Как видите, программа занятий в тире очень насыщенная, и для тех, кто сюда приходит, время летит незаметно. Стрельба из лука – достаточно дорогой вид спорта, поэтому родителям, чьи дети планируют им всерьез заниматься, необходимо быть готовыми к серьезным финансовым вложениям. В полный комплект лучника входит набор стрел, лук, прицел, комплект защиты, колчан и сумка для этого снаряжения. Купить все это можно только через интернет. Специализированных магазинов в нашей области нет. Цена на стрелы из пластика начинается от 200 рублей. Деревянные с натуральным пером обойдутся в 500. Занимаясь спортивной стрельбой, начать можно с блочного подросткового лука. Его цена – 3,300. Лук оборудован удобным и простым прицелом с возможностью регулировки. Сюда же входят две стрелы и напальчник. Из защиты остается только подкупить нагрудник. Это еще 800 рублей. И по такой же цене колчан на пояс, тубус, где будут храниться стрелы, и чехол. Самый декоративный также стоит 800 рублей. А вот и общая сумма. Для взрослых она будет раза в два больше, что, согласитесь, не дороже экипировки любого другого спортсмена. Стрельба из лука – непростой процесс. Чтобы попасть в цель, нужна полная концентрация внимания, точность действий и правильность дыхания. Но мы еще больше усложним задачу нашим стрелкам. Предложим им разные мишени. Александр Соломин, 32 года. Один из помощников наставника на выездных мероприятиях. С появлением Тира стал лично осваивать лук. За три года тренировок показывает отличный результат и даже сумел освоить монгольский лук. Евгений Перевалов. Любовь к лукам у него зародилась еще в детстве. Сам не единожды создавал это орудие боя. Сейчас интерес к истории подкрепляется еще и практическими занятиями. Опыт в стрельбе – один год. Начнем с обычной мишени. Ну, скажем так, разогреемся для начала. Расстояние до стрелка – 18 метров. У каждого по шесть выстрелов. Итак, начинаем. Итак, у нас две стрелы из шести попали в мишень и всего лишь четыре изработанных балла. Таков результат Александра. На стартовую площадку выходит Евгений. Он также стреляет из спортивного лука. Сложно сказать, насколько равны силы соперников. Но в результате – ни одного четкого попадания. На языке лучников – все в молоко. Теперь усложняем задачу. Наша мишень будет двигаться. Приравниваем условия к естественным, как это было на охоте или в бою у наших предков. Посмотрим, что из этого выйдет. Субтитры сделал DimaTorzok Отличный результат. Две стрелы из трех. Браво! Если бы вместо мишени был кабан, домой Александр вернулся бы с хорошей добычей. Теперь очередь Евгения. Постарайся, не трамвай. Субтитры сделал DimaTorzok Увы и ах, опять ноль баллов. Ну а теперь высший пилотаж мастерства. У нас есть яблоко. Посмотрим, смогут ли в него попасть лучники. А вот эта задача уже не по зубам Александру. Евгений, а вы что скажете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, сегодняшняя добыча не досталась никому. Но в принципе, тир существует не так уж и долго, поэтому этим ребятам есть к чему стремиться. А на этом у меня все. Смотрите в следующем выпуске. Вместо бетонных плит уникальная скейт-площадка. Удача или настойчивость местных скейтеров? Длинная доска, большие колеса и маршрут по городу. Какие стили бывают скейтбординги и как выбрать борт? Запрыгивают на предметы и скользят по граням. Трюки от кировских парней в нашем специальном видео.